приветствую друзья местор на канале про институт с вами роман это рубрика капитал для дочки давно мы с вами не обсуждали важные актуальные новости сегодня мы с вами разберем три основные новости это именно целевая цена по акциям каспи расскажу что повлияло на снижение именно целевой цены который предоставил банк центра кредит то есть бисиси инвезда также немного поговорим про ставку фрс и немного затронем именно победу дональда трампа на выборах сша как это повлияло на а курс доллара то есть с чем было связано то есть вы сами можете заметить что у нас в обменнике доллар тоже опять подрос немного и это как раз таки связано с тем что дональд трамп победил на выборах но более подробно обо всем сейчас разберем традиционно смотрим на индекс косе здесь видим хороший такой у нас рост индекса то есть во многом часто связано с тем что большинство стали оптимистично смотреть на мировые рынки это связано с тем что у нас растет также активно и американский рынок который в последнее время так охотно рост до тем не менее если посмотреть в принципе на его результаты там за месяц на вверх то многие бумаги выросли более чем существенно то есть тесла подросла amazon google nvidia то есть самые крупные компании которые входят в индекс smp 500 они таким ростом двигали индекс smp 500 вверх ну и разумеется это не обошло и наш местный индекс видим что объемы сейчас тут у нас в основном на покупку то есть там принципе объемы очень хорошие пошли и это никак не могу как бы не отразиться тоже на акциях каспи которая последнее время не сильно прям стали так у инвесторов пользоваться популярностью после особенно снижения которые было до 66 тысяч до практически 50 упала на новостях на негативных но сейчас видим что принципе рост у нас опять продолжается и вот что предоставил то есть своем отчете и сиси и инвес то есть они по результатам за 9 месяцев 2024 года немного понизили то есть целевую цену акции до 88 тысяч 54 тенге ранее это цена была восемь девять тысяч триста шестьдесят один тенге соответственно и на что это повлияло то есть сейчас расскажу главное что потенциал роста они видят аж 58 процентов от текущей цены то есть от этой цены практически 60 процентов они уверены что вы сможете на этом заработать конечно же все это прогнозы или доверять им слепо точно не стоит всегда придержившись своей стратегии при выборе тех или иных активов здесь важно здесь они обратили внимание на то что то есть бизнес который развивает каспия а именно marketplace и поймать да то есть совокупности составили 68 процентов от общей чистой прибыли вот на это основное и делается упор также они говорят что мы ожидаем значительный рост прибыли в конце 24 года то есть плюс 40 процентов чистой прибыли благодаря именно каспий жума которая как вы знаете на этих выходных да у нас будет четвертом квартале marketplace и отдельно чистая прибыль и выручка по маркетплейсом за 9 месяца 24 года выросла на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания запустила новый сервис caspy gift cards который направлен на увеличение транзакции marketplace и количество же заказов и коммерсе выросла на сто двадцать один процент общий объем продаж составил 1 и 9 триллиона или плюс 95 процентов год году за счет увеличения спроса в третьем квартале двадцать четвертого года а пойманс отдельно рост выручки чистой прибыли на 24 процента вырос но тоже неплохо как также компания прогнозирует что рост b2b платежей будет значительно опережать рост общего объема транзакций также финтех сектор то есть каспий объем оказываемых услуг вырос на 34 процента по сравнению с предыдущим годом что позволило увеличивать доходы сегменте один in тех на 24 процента поэтому в принципе основываясь на этих данных так как компания в принципе активно развивается соответственно они как бы немного понизили но все же видят очень хороший панца у роста здесь принимать решение по покупке акции каспий будьте лично вы сами то есть никто не будет вам давать каких-то рекомендаций что касается ставки фрс то они приняли решение о снижении на 0 25 подпункта и теперь фактическое значение до 4,75 процента принципе это было ожидаемо то есть хотя внятных сигналов о будущем не прозвучало пресс-релиз стал чуть жестче фрс удалила фразу из своей речи да то комитет обрел больше уверенность в том что инфляция устойчиво движется к двум процентам на пресс-конференции павел оправдался что эта фраза важна только для начала цикла снижения ставки почему движение к цели больше не требует уверенности конечно загадка думаю за этими словами стоит простой факт что базовая инфляция на которую в основном опирается фрс а ускорилась вот и уверенности принципе больше у них нету в том что мы увидим какие-то целевые показатели инфляции в америке 2 процента отдельно пресс-конференции павел признал что рост цен оказался немного выше чем ожидала фрс но затем многократно подчеркнул что фрс на пути смягчения ставки но скорость ее снижение пока неизвестно возможно следующем заседании оставит без изменения то есть ну четких сигналов пока не дали еще одна важная деталь фрс пока не учитывал обещанную политику трампа от учитывать фактически принятые меры исходя из того что законодательных ограничений на повышение импортных пошлин нет будущая политика фрс может скорректироваться сторону большей жестокости также отреагировали на это рынке решение было вполне ожидаемо поэтому реакция была слабая по итогам решения то есть доходности десятилетних облигаций снизилась его на ноль целых четыре сотых подпункта и сын пиши вырос на ноль целых 25 процента то вот она 0 4 доллара слаб на ноль один процент ну и как бы в конце пау заявил что оставлять пост не собирается даже если трамп об этом попросит он уверен что по закону президент не может отстранить главу фрс ну разумеется кто хочет с такой позиции уходить да ну принципе вот такие новости по именно ключевой ставки именно в америке и соответственно здесь как бы сделайте прогнозы сами ну и третье что мы разберем это относительно в как выборы именно президентом трампа повлияли на доллар сейчас перед вами индекс дик сайт то есть индекс доллара до который заметно подрос после выборов президента его на 17 процента но в это именно по стану по отношению к основной корзине иностранных валют и и почему именно он вырос ну возможно это связано с тем что в рамках обещал кое-какие плюшки так сказать но в то же время он и обещал ослабить американскую валюту для поддержки экспорта для того чтобы экспорт был более доступен для других стран они могли больше экспортировать но здесь тоже сложная ситуация в плане то есть были заявления что президент должен больше влиять на политику фрс о чем мы с вами про ставку когда я говорю уже немного затронули резкое снижение ставки обесценит доллар конечно же так и должно было произойти вот только на практике добиться этого будет крайне сложно потому что власть внутри фрс очень хорошо диверсифицирована как раз на случай политического вмешательства то есть президент не может напрямую влиять на фрс а есть так более реалистичное то есть обещание это поднять импортные пошлины у этого мира есть два последствия для курса доллара американцы будут покупать меньше импорта значит будут меньше продавать долларов для покупки иностранной валюты и второе инфляция сша будет выше что вынудит фрс медленнее снижать процентные ставки чем планировалось ранее более высокие процентные ставки будут привлекать международный капитал сша обе причины приведут к укреплению именно американской валюты получается два противоречащих друг другу обещания нельзя одновременно добиться снижения доллара и повышения импортных пошлин соответственно то есть большие деньги уже четко определили какие обещания реалистичны то есть импортные пошлины а какие нет то есть слабый доллар и потеря независимости фрс ну разумеется такое тоже маловероятно в долгосрочное то есть и серьезное дальнейшее укрепление доллара особо как бы нету надежды во первых это мало кому выгодно во вторых дождемся выступления после это когда будет заседание то есть после заседания как игре они решили что все может зависеть именно от решения фрс но фрс тоже никакой конкретики особо не дал поэтому в принципе доллар у нас даже на этом графике немного снизился и было некое ослабление именно доллар относительно мировой корзины валют ну вот вся информация с которой я хотел с вами сегодня именно поделиться далее увидите покупку за предыдущие 4 почти недели то есть я потратил все 20 тысяч сделал несколько покупок далее видео вы можете все это посмотреть а счет был пополнен очередные покупки за эту неделю я буду делать на следующей неделе также мы потратим сразу 10 тысяч с вами тенге и разумеется далее вы можете ознакомиться а касается детского портфеля то актуальное значение до 460 тысяч мы приближаемся к первому такому до важному порогу полмиллиона грубо говоря в детском портфеле прибыль составляет пока по оценке и гранита то есть 22000 или семь процентов и если рассматривать принципе по остатку среди денежных средств то 20000 которые были пополнены аж три недели назад они так и остались покупок я пока не совершал так как не было времени в принципе заниматься этим и поэтому сегодня мы сразу проинвестируем все 20000 разумеется по остальным бумагам если посмотреть по структуре портфеля то здесь глобальных изменений разумеется не происходило так как покупок и продаж особо не происходило но тем не менее стоит посмотреть что у нас есть пять американские компании а также есть а три компании которые имеют ну торгуются у нас казахстане тараховых банки гок и кастром слоем также есть 2 2 вида облигации микрофинансовых организаций которые выплачивают купоны каждый месяц так что смотреть весь а принципе видим что есть пока позиции которые у нас пока в убытке это компания кигок у нее отсечка была 26 помыли 28 ну короче грубо говоря на прошлой неделе отсечка произошла то есть и соответственно она на размер дивидендов у нас подешевела и теперь сейчас по 1450 нигде торгуется а стран сои у нас тоже показывает минус так как средняя цена 930 а в данный момент она торгуется также диапазоне 800 где-то 10 820 а вот банк у нас за счет байбеков кстати сейчас сильно цена не снижается поэтому здесь видим значение что у нас принципе стоимость 215 дней прибыль 37 процентов американским нас в минусе пока только компания ford но здесь цена не совсем правильно потому что многие бумаги были конвертированы именно по 19 долларов почему-то цену когда конвертация происходила полностью в доллары хотя покупка у вас решена где-то в районе 6 8 долларов акцию ну как бы это ладно на это сильно обращать внимание пока не стоит сегодня как игры мы будем инвестировать все 20000 сделаем мы с вами две покупки и также конвертируем небольшую часть этих денег именно в доллары для того чтобы увеличивать валютную долю детского портфеля и так переходим сразу получается торговать будем с вами и первое что мы с вами сразу купим это получается акции к странцу его мы добавим их 6 лук в детский портфель это чуть меньше 5000 получается общая сумма то есть выставляем приказ подтвердить покупка была осуществлена то есть очередные 6 акции нам сейчас добавится в портфель ближайшее время то есть было у нас получается 44 станет 50 акции к странцу его в портфеле далее будем покупать с вами компанию и блок разумеется и туда нажал а будем покупать компанию кигок потому что нам нужно пока есть возможность то есть акция просела в цене соответственно будем также покупать и докупать мы будем сразу шесть штук хотя давайте на раз сразу семь да это таким образом мы с вами потратим уже очередные 10000 которые вот мы с вами принципе будем инвестировать компанию кигок то есть выставляем приказ подтвердить покупку так все покупка была совершена то есть очередные 7 акций тоже у нас было добавлено именно в портфель так сейчас у нас обновиться видимо подвисать начало немного у нас трейдер нет а вот все на обновление прошло и разумеется здесь мы сейчас с вами должны увидеть да вот уже 50 акций не получается 42 акции именно компании кигок у нас в портфеле таким образом мы увеличили казахстанскую долю данного портфеля и она уже составляет сто восемьдесят семь тысяч долларов это триста двадцать пять тысяч триста двадцать пять долларов у нас именно в акциях американских компаний и как я говорил мы с вами сразу сделаем еще именно конвертацию то есть конвертация валюты так торговый от торговый счет валюта списания так будет у нас также очередные получается 5000 до 5000 мы будем с вами конвертировать нажимаем здесь основание покупка акций не знаю принципе для чего это вообще было сделано в афридами это прям мега странно то есть мы отправили с вами пауру поручения на конвертацию очередные там 10 примерно плюс долларов нам еще должно упасть в детский портфель это подтупливает прям приложение очень жестко кстати они вроде как прислали уда мне что тебе через фридом брокер да будет происходить все сделки в принципе все остаток средств у нас осталось 337 тенге на данный момент которые мы будем ближайшее время опять пополнять сами детский портфель на 20000 и дальше продолжать также регулярно инвестировать а вот такое вот видео было если она была вам интересным полезно можете поставить лайк подчатки на канал и пишите комментарии желаю всем удачи и помните что дорога селит идущий